АПЛОДИСМЕНТЫ Это большое событие для российских мусульман. Одна из старейших мечетей Москвы реконструирована на историческом месте. Она стала крупнейшей в Европе и обрела, безусловно, новый, современный, великолепный вид, достойной столицы, единой, многонациональной и многоконфессиональной страны, достойной России, в которой ислам, хочу это подчеркнуть, по закону, по российскому закону, является одной из традиционных российских религий. Его последователями считают себя миллионы граждан России. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в возведении этого величественного здания, российских и зарубежных мусульман, направлявших свои пожертвования. Мы признательны правительству Турции, Казахстана за вклад в реконструкцию мечети. Уверен, соборная мечеть станет для мусульман Москвы, да и всей России важнейшим духовным центром, источником просвещения, распространения гуманистических идей, истинных, подлинных ценностей ислама. Будет нести знания и духовность, поможет объединить усилия не только мусульман, но и людей других вероисповеданий во имя благих общих дел. Коран гласит, стремитесь опередить друг друга в добрых делах. Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась. Во взаимообогащении культур, традиций, религий заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей Родины – России. К примеру, мусульманская община Москвы сложилась ещё в Средневековье. Свидетельство тому – татарские корни у названий многих-многих улиц нашей столицы. На протяжении веков в нашей стране развивались традиции просвещенного ислама. И в том, что в России мирно сосуществуют разные народы, религии, безусловно, огромная заслуга мусульманской уммы. Она внесла достойный вклад в обеспечение согласия в нашем обществе и всегда стремилась строить внутри и межрелигиозное отношение, общение на принципах веротерпимости. Сегодня традиционный ислам – это неотъемлемая часть духовной жизни нашей страны. Его гуманистические ценности, как и ценности других наших традиционных религий, учат людей милосердию, справедливости, заботе о близких. Все мы это очень высоко ценим. За последние 20 лет количество исламских культурных и культовых учреждений в России выросло в разы. Удивительные, просто удивительные по своей красоте мечети появились в Татастане, Башкортостане, Чечне, в других регионах Российской Федерации. С 2003 года наша страна является постоянным наблюдателем и в организации исламской конференции. Тысячи паломников из России совершают хадж. Стало значительно больше медресе и школ при мечетях. Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспитывалась на традиционных исламских ценностях, чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом. Подчеркну, государство будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской богословской школы, своей системы религиозного образования. Как вы знаете, мною поддержано предложение руководства Татарстана и ведущих духовных управлений мусульман о создании Булгарской исламской академии. Таким образом, будет возрождён древний духовный и научный центр российских мусульман. И, конечно, должны расширяться мусульманские культурные и научно-просветительские центры. Их цель – объединять мусульмана, передавать им тот духовный, культурный, нравственный код, который присущ традиционному исламу в России, помогать решать общие проблемы, содействовать воспитанию молодых людей. Отмечу большую роль мусульман и прежде всего духовных лидеров в укреплении межнационального и межрелигиозного согласия. Неприятие и осуждение любых проявлений фундаментализма и радикализма стало весомым вкладом в борьбе с национализмом и религиозным экстремизмом. Работа в этом направлении особенно важна сегодня, когда предпринимаются попытки цинично эксплуатировать религиозные чувства в политических целях. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, о чём уже здесь говорилось, где террористы из так называемого исламского государства, компрометируя великую мировую религию, компрометируя ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том числе и священнослужителей, варварски уничтожают памятники мировой культуры. Их идеология построена на лжи, на откровенном извращении ислама. Они пытаются ирабовать адептов и в нашей стране. Мусульманские лидеры России мужественно и бесстрашно, используя свой авторитет, противодействуют экстремистской пропаганде. Хочу выразить огромное уважение этим людям. Они действительно ведут свою работу героически и несут потери. Но не сомневаюсь в том, что они и в будущем будут воспитывать верующих на принципах гуманизма, милосердия и справедливости. Уважаемые друзья, открытие соборной мечети происходит в канун важного мусульманского праздника – Курбан-Байрам. Хочу поздравить всю российскую уму с этим светлым праздником. Пожелать всем российским мусульманам добра, счастья и процветания. Поздравляю вас с открытием мечети. Спасибо. Спасибо.